Говорят, что в Axelot WMS нет никаких сложных математических алгоритмов. Простая арифметика, плюс-минус и все. Вопрос, конечно же, к вам, Дмитрий. Расскажите что-нибудь нам. Мне всегда очень интересно это читать. Особенно мне нравится миф о том, что простая арифметика у нас есть. Фактически, я могу открыть такой маленький секрет, который должны все знать. Большинство всех современных математических механизмов строится на базе простых математических операций. Сложение, вычитание и умножение. Ну, иногда деление. Даже все современные механизмы вроде нейронных сетей и так далее, то когда мы по нейронной сети начинаем искать решение, то фактически мы получаем просто большую матрицу линейных алгебраических уравнений, которые не имеют, ну, так как они линейные, то никаких сложных операций, кроме умножения на коэффициент и сложения с вычитанием, там нет. И для того, чтобы найти решение по нейронной сети, вам не потребуется ничего более сложного. Ну, там разве что при нормировании результата. Но эта операция выполняется не так часто, в отличие от перехода по синапсам. Если же рассматривать проблему использования нейронных сетей в том же 1С или на любом другом продукте, на любом другом языке разработки, то проблема не в том, что у нас слабый математический аппарат или еще что-либо. Проблема всегда возникает в том, чтобы эту нейронную сеть правильно создать ее топологию. Правильно понять, какая она должна быть. Соответственно, вот эти задачи можно решать безотносительно, каким математическим аппаратом вы собираетесь пользоваться. И как быстро выполняются эти сложения и вычитания. Фактически мы можем сказать, что да, операции даже простые арифметические в 1С выполняются чуть медленнее, чем в языках более высокого уровня. Но нас никто не ограничен от использования внешних компонентов для решения этих задач. Механизмы распараллеливания решения всех этих задач также реализованы в платформе 1С. Поэтому я в принципе не могу представить себе текущих задач, которые довольно популярны в управляющих и учетных системах, которые нельзя решить средствами платформы 1С. Кроме того, в ближайшее время даже платформа 1С, понимая, что кое-где уже начинает не хватать математического аппарата, например, выпустила решение, которое позволяет решать большие системы линейных алгебраических уравнений оптимально и быстро. То есть они написали собственный механизм, который позволяет эти задачи решать на более низком уровне и тем самым более оптимально и более быстро. Спасибо. Верно ли я услышал, что проблем с реализацией каких-то сложных историй, с теорией вероятности, не знаю, статистического анализа нет, а есть вопрос, связанный с тем, каким образом правильно распределить эту нагрузку на то железо, которое вы используете. А вот с этим у компании опыт есть большой. Ну, скажем так, фактически вся статистика, если ее делает правильный разработчик, он вообще никогда не отдает ее на сторону приложения. Статистику вам должен собрать с OBD, то есть тот самый MS SQL и так далее. Потому что если вы попытаетесь считать статистику или собирать какие-то данные на стороне приложения, то это значит, что весь этот объем данных вам нужно собрать из MS SQL и по каналам связи, зачастую, так как это отдельный сервер, передать вам на другой сервер. Это всегда будет долго. А если мы заставляем считать эту статистику, само с OBD, которое работает уже не в зависимости от того, какое у нас приложение, на чем оно написано, по своим правилам, то эта проблема решается одинаково оптимально, как со стороны 1S, так и со стороны любого другого нижнего уровня, в том числе языка программирования. Все, что он сейчас сказал, он проводит тренинги. У нас все разработчики это знают и умеют делать. Да-да-да, пожалуйста. Скажу, я не ваш разработчик, но тем не менее, по-моему, мы все уже давно знаем и привыкли и поняли, что есть транзакционные системы, есть BI-системы. И, собственно, все сложные вычисления в основном связаны не с онлайн-расчетами, а с какими-то статистическими анализами, зачетами, которые можно получать из BI-систем. Вот вечное решение вечной проблемы. Это правда, но наши типовые клиенты, не типовые, а некоторые наши клиенты очень любят подискутировать с нами на тему экстремума функции пробега погрузчика по складу при размещении поставки, состоящей из вот такого-такого-такого. Это нужно онлайн и через секунду. Это нужно решение принять сейчас, в моменте, когда вы говорите, что нужно разместить два контейнера, разложить их по ячейкам склада, построить, пожалуйста, траекторию. И вот, собственно говоря, про это вопрос был Дмитрию, про то, что как эту математику успеть обсчитать таким образом, чтобы человек там не видел пресловутое колесо? Да, запросто. Отлично. Эти данные надо просто подготовить заранее, положить в систему и все. И попросить СУБД отдавать эти данные порциями именно той порции, которая вам нужна, маленькой. Но если мы заранее подготовим эти данные и сохраним, то дальше у нас не возникнет никакой проблемы.